Пришло время нашей постоянной рубрики «Я. История». Изумительный вид из окон на Стрелку и Успенский собор. Комфортный дом с парковкой на Тверицкой набережной 64. Всего 32 квартиры. ОАО «Горстройзаказчик». 11 век. Князь Ярослав, будущий мудрый, властвует в ростовских землях. А здесь, в непроходимых лесах и на берегах рек Волги и Которсли, издревле обитают языческие угрофинские племена Меря, поклоняющиеся своим языческим богам. Кто они, эти полузабытые властелины природы? Меря, что проживали у Волги и Которсли, в густых лесах ростовской, будущей Ярославской земли, главным своим божеством считали бога Велеса, которого летописец Нестор называет скотием богом, покровителем домашних и диких зверей. В своем раннем воплощении Велес принимал облик медведя, хозяина леса. В честь него возводили капища и языческие храмы, ставили идолов и приносили жертвы. Многие историки считают, что Велес был совсем недобрым божеством. Его, конечно, почитали, но и страшно боялись, что совершенно понятно. Выживать в лесах, а тем более тысячу лет назад, когда густые чащобы, кишмя, кишели, свирепыми волками, кабанами и медведями, было ой, как нелегко. Отсюда и злые духи, и коварные волшебники, и разная лесная нечисть. К Велесу историки относятся по-разному. Одни считают ее равным по значимости Перуну, громоверцу. Другие, напротив, выставляют ее противникам или даже заклятым врагам Перуна, похищающего Велесовы стада. Впрочем, логично. Перун своими молниями поджигает леса, пугает зверя. Кто защитит лесного жителя от крутого нрава громоверца? Только Велес. Столкновение между христианами и язычниками было неизбежным. Не хотели дети Велеса и Перуна жить по чужим законам.